Комплекс ГЕРДА это установка, предназначенная для автоматизации геохимических исследований и документирования. Комплекс выполнен на основе трехосевого координатного станка, у которого на каретке закреплены измерительные инструменты. В желтом показан, например, рентгенофлюоресцентный анализатор Ванта. Также на каретке закреплена фотокамера для детального фотографирования. И в состав установки входит модуль управления, который может выдавать команды измерительным инструментом, сфотографировать или начать измерение, считать данные. Также он управляет работой координатного станка, то есть перемещает инструмент в нужную позицию, и кроме этого выдает полученные данные внешним пользователям через веб-интерфейс с помощью протоколу HTTP. Внешним клиентским программным обеспечением является браузер. И данное видео как раз описывает возможности браузерного программного обеспечения клиентского и для демонстрации возможностей создан специальный сервер для тестовых целей по адресу Labs27, Corellia.ru и под каталог Герда. На приветственном экране есть возможность выбрать либо новое исследование, либо открыть предыдущее исследование. Я в данном видео попробую рассказать о настройках комплекса. Для этого кликну по иконке шестеренки в левом верхнем углу. Открывается новое окно. Я переключусь на интерфейс русский. В котором слева в меню представлены возможности настраивать то или иную компоненту комплекса. И последовательно по меню пробегусь. Первая страничка связана с созданием наборов точек измерений. Вторая это корректировка справочника исследователей. Пороги отбортовки, пороги концентраций, которые интересны для пользователей. Параметры установки, системные инструменты. Сейчас последовательно пройдемся по всем страничкам. Итак, менеджер наборов точек. Поле данной странички состоит из двух частей. Справа показано поле координатного станка. Правый верхний угол это координата 0,0. Ось Х идет влево. Ось У идет вправо. Координаты назначаются в миллиметрах. Соответственно, вот первая вертикальная линия 50 мм. 5 см. И если мы посмотрим на центральную часть, то увидим таблицу. Таблицу неких шаблонов измерений. Шаблонов точек. Можем, скажем, посмотреть какие-то шаблоны. Ну, скажем, шаблон на 4 колонки на 18 рядов с шагом 55 мм. 4 колонки на 20 рядов с шагом 5 см. Ну, само собой, эти шаблоны используются для анализа кернов ящиков. Можно создать любой шаблон. Можно удалить. Ну, например, шаблон только что созданный 4х10. Я удалю. Больше его в списке нет. Соответственно, можно какой-нибудь другой шаблон создать. И одна из важных особенностей этого программного обеспечения панели комплекса Герда возможность создавать шаблон на основе предыдущих исследований. Скажем, можно выбрать какое-нибудь исследование. Ну, вот, например, такие 40 точек, 4 ряда по 10. Назвать их как-нибудь. Сохранить. И появится вот этот набор точек, который описывает проведение измерений последовательно. Скажем, в первой точке, второй точке, третьей, четвертой, пятой и так далее. Все 40 точек. В любом... На очень большом количестве экранов есть контекстный поиск. Скажем, по подстроке, в строке. Если я напишу, например, сюда четверочку, то, соответственно, останутся только строчки, где есть четверочка. 40, останется только одна строчка. Ну, и так далее. Следующая страничка – это список исследователей. Здесь, опять же, можно удалить исследователей, создать новых исследователей. Ну, например, отредактировать предыдущих. Вот я встал на строчку Researcher, нажал на кнопочку «Редактировать» и могу написать сюда Researcher 123, сохранить на иконку дискетки. Обновился список исследователей. И также можно создать нового исследователя. Ну, например, вот создали новую строчку. Редактируем. Какой-нибудь пользователь 1. Ой. Сохранили. Появился новый пользователь 1 в списке исследователей. Также работает поиск. Скажем, нажимая клавишу «А» на кнопку «А». Возникло... Сработал фильтр. И только 4 исследователя... Совпадают... В названии 4 исследователей есть буква «А». «АЛ» только один. Пороги от бортовки. На этой страничке есть возможность создать список элементов, которые будут выводиться в табличках результатов измерений. И порядок в данной табличке обозначает, чем выше элемент находится к верхней строчке, к началу списка, тем он считается более важным. Поэтому, если исследования идут по золоту, соответственно, золото должно быть в самом верху списка. У каждого элемента можно измерить порог от бортовки, то есть тот порог, ниже которого концентрация неинтересна для пользователя. И, соответственно, выше этой цифры значение будет подсвечиваться цветом, красным цветом, в панели координатного стола при отображении результатов измерений. Например, можно изменить... Для мышьяка... Вот я стою на строчку мышьяка, нажимаю «Редактировать» и изменяю порог от бортовки с 1000 до 2000. При этом я могу поменять еще и единицу измерения ppm. Нажимаю «Сохранить». Возникла цифра 2. Обратно я сейчас изменю. Опять поставил порог по мышьяку около 1000 ppm. Скажем, есть... Это могут быть не только концентрации элементов. Если применяется прибор, например, для измерения магнитной восприимчивости, то есть параметр капа, который изменяется в единицах C. Параметры установки. Следующая страничка. На ней выбираются приборы, измерительные инструменты, которые могут участвовать, которые входят в состав установки. Например, фотокамера. Например, тестовый виртуальный прибор. Например, рентгеновый рефлексентный анализатор Olympus Vanta. Либо прибор Spectroscan Geo. У каждого из приборов есть некоторое количество параметров, которые можно переопределить. Ну, например, для фотокамеры важными параметрами являются введение или не введение автоматического баланса белого, коэффициенты усиления, выдержка. И кроме этого, для всех инструментов очень важный параметр это правильно определить смещение по трем координатам X, Y и Z. Ноль координат соответствует нулю координатного стола, а инструменты закреплены на каретке. Соответственно, для того, чтобы спозиционировать инструмент в определенное место координатного стола, необходимо знать смещение инструмента относительно начала координат. Скажем, для приборов типа рентгенов-люксетных анализаторов по взаимодействующих с модулем управления по интерфейсу USB нужно знать еще IP-адрес. Ну, вот для Olympus One есть соответствующая настройка. Проставив галочки в соответствующих чекбоксах можно выбрать тот или иной инструмент, который будет потом, в дальнейшем, при планировании эксперимента, показываются в списке возможных инструментов. В данный момент выбран только тестометр-тестовый, поскольку на веб-сервере LabSodos 7 Корреля.ru реальная установка не работает, а работает лишь виртуальный инструмент. Системные инструменты. Системные инструменты – очень важная страничка, потому что на ней видны IP-адреса сетевых интерфейсов, по которым к установке можно подключиться. По умолчанию, в модуле управления установки Герда включен Wi-Fi приемопередатчик, и эта установка доступна для внешних пользователей, например, обладающих компьютером, ноутбуком или смартфоном. Установка доступна по адресу 192.168.01. В данном случае этого интерфейса на веб-сервере нет, потому что, как я уже сказал, это виртуальная установка для демонстрационных целей, но в то же время важной информацией является вот этот IP-адрес интерфейса, по которому эта установка доступна. Собственно, мы вот это программное обеспечение, которое мы видим на веб-сервере, оно доступно по вот этому вот IP-адресу. Кроме этого, для реальных установок, кроме указанных кнопочек «Перезагрузить систему», «Выключить систему», «Перезапустить сервер Герда» и «Просмотр журнала сервера», есть еще одна важная кнопка, это «Включить VPN-канал». Она нужна для того, чтобы и в тот момент, когда необходимо обновить программное обеспечение на сервере, пользователи должны включить канал VPN. В этот момент, после включения, разработчикам доступен, обеспечивается удаленный доступ к этой установке и возможность изменить настройки сервера. В случае, если что-то не так работает, или появились дополнительные возможности веб-сервере, или, скажем, необходимо изменить настройки инструментов, добавить еще до них инструмент, например, мобильную камеру или стационарную камеру общего вида в установке. Вот, собственно, все настройки доступны пользователю, остальные настройки доступны только разработчикам в конфигурационных файлах веб-сервера и модулях инструментов, которые установлены в составе комплекса Герда.